Глава Кубани предложил приучать к сортировке мусора с детства. Глава Кубани предложил приучать к сортировке мусора с детства. 3.26 фото. Пресс-служба администрации Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фото. Пресс-служба администрации Краснодарского края. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото. Стокгольм, 3 июня РИА Новости, Ольга Лимонова. Для разрешения ситуации с утилизацией мусора в России необходимо начать воспринимать его как ценный ресурс, а также приучать к сортировке отходов с раннего возраста, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Сегодня мусорная проблема она в первую очередь в головах и в самих нас, в тех, кто этот мусор делает мусором, тогда как он может быть прибыльным ресурсами для людей и для муниципалитетов, рассказал Кондратьев в РИА Новости. Делегация администрации Краснодарского края во главе с губернатором 30.31 мая посетила Стокгольм, где познакомилась с технологиями утилизации мусора, которые широко используются в Швеции. Поездка была организована при поддержке торгового представительства и посольства России в Королевстве. 24 мая, 17.20. Экологический оператор РФ изучил опыт переработки отходов в ФРГ. Особый интерес вызвали высокотехнологичные мусорожигательные заводы, которые позволяют уничтожать мусор без вредных выбросов в атмосферу. При этом тепло отжигания мусора частично преобразуется в электроэнергию, частично используется для отопления домов жителей района, откуда поступили отходы. Использование мусора может снижать себестоимость тепла, которая поступает в дома жителей, потому что это тепло из отходов, и населенные пункты становятся чище, отмечает Кондратьев. Одним из важных технологических условий утилизации мусора таким экологичным способом является его предварительная сортировка. И вот тут надо подумать, как приучать людей к этому, к сортировке мусора ред. В Швеции это начинают делать с детского сада. Наверное, нам тоже надо начинать с детского сада, со школы. Надо подготовить общество к тому, что вопрос, как жить без мусора, это вопрос самого общества и каждая может на это повлиять, считает губернатор. 19 мая, 4.21. Эксперт рассказал, когда в России заработает умная система вывоза отходов. В настоящее время в Швеции функционирует 40 мусорожигательных заводов, тепло которых используется для отопления жилых домов. Один завод может перерабатывать около 150 тонн мусора день. Примерная стоимость строительства 35-40 миллионов евро. В настоящее время руководство Краснодарского края планирует строительство двух технологичных заводов по сжиганию мусора в крае и ведет поиск партнеров для осуществления проекта. Швеция шла к этому 30 лет. Нам тоже надо начинать, иначе через 30 лет мы просто утонем в мусоре. Если мы сегодня не придумаем решение мусорной проблемы, она останется проблемой, которая очень дорого обойдется нашим следующим поколениям, заключил Кондратьев. 15 мая, 18.22 власти Кубани изучат опыт Австрии в вопросах переработки мусора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...